Совсем немного осталось до старта 22-х зимних Олимпийских игр. Мы постараемся добиться максимальных результатов, говорят отечественные спортивные функционеры. Среди тех дисциплин, где мы рассчитываем добиться успеха, и шорт-трек. И еще не так давно соревнованиями на коньках и в хоккейной коробке назывались фигурное катание, ну и сам хоккей. Однако с каждым годом шорт-трек набирает все большую популярность. По сути, шорт-трек – это тот же конькобежный спорт, но только на хоккейной площадке. Собственно, потому, придуманный за океаном около ста лет назад, он и стал активно развиваться. Ведь классический дворец для конькобежных соревнований с длиной дорожки в 400 метров может себе позволить далеко не каждый город, а хоккейные коробки есть чуть ли не в любом дворе. Неудивительно, что шорт-трек, что в переводе с английского и означает «короткая дорожка», прогрессирует не только на родине, в США и Канаде, там он стал популярнее даже классического конькобежного спорта, но и в других странах, в том числе и в России. Сейчас уже довольно-таки проще, много хоккейных коробок, есть возможность даже непрофессионалам. Шорт-трек – это в переводе «короткая дорожка». То есть соревнования на короткой дорожке можно везде проводить, даже на озере. Поэтому это как бы проще. Вторая причина, естественно, это доступность и температура. Если здесь занимаются дети в помещении, где хотя бы какая-то там плюс 5, плюс 7 температура воздуха, то на улице все-таки холодно и в 20 или 15 градусов мороза долго не покатаешься. Это тоже как бы существенно влияет. Но основная причина шорт-трека – это все-таки борьба. Это азарт, это скорость, это адреналин, который тебя просто захватывает на дорожке, когда ты борешься с соперниками. Эти радиусы, крутые повороты, которые ты пролетаешь, даже иногда бывает где-то и захватывает дух. Это все притягивает, конечно. Ну и в шорт-треке так повелось, что тренируется командой большой одной семьей. И все-таки ребята дружат, и девчонки, и мальчики, и мальчишки. И поэтому здесь как бы тоже эта атмосфера семьи такая, она тоже сюда притягивает детей, и им нравится не только конкуренция, но и еще отношения. Мы стараемся у детей выработать такое чувство дружественности, ответственности друг за друга, помощи, взаимопомощи. Правила соревнований в шорт-треке довольно простые. Забеги проводятся на расстоянии в 500, 1000, 1500 и 3000 метров. Также шорт-трекеры состязаются в эстафете. Мужчина на 5000, а женщина на 3000 метров. В отличие от конькобежного спорта, здесь соревнуются непопарно. На лед выходит намного больше спортсменов, за счет чего фраза «забег прошел в жесткой борьбе» принимает буквальное значение. Поэтому и правила довольно строгие. Например, можно успеть в повороте зайти с маленькой дорожки, успеть обойти соперника с внутренней стороны. Если ты его не задел, тебе не дадут дисквалификацию. Бывает, что если ты его задеваешь, соперник, которого ты обгонял, он упал, то тебе бывает дают дисквалификацию. Кроме того, запрещено срезать дистанцию, выбрасывать на финише ногу вперед, подталкивать товарищей по команде, если это, конечно, не эстафета. Также спортсмен обязан уступать бровку, если его обошли на круг. А если на все два, то и вовсе сойти с дистанции. Забеги проходят против часовой стрелки. Так повелось еще в конькобежном спорте. Откуда многие, к слову говоря, и пришли в шорт-трек. Как, например, Алена Шугарова, которая сразу почувствовала разницу. Здесь виражи есть, в конькобежном спорте нет, поэтому пришлось немножко переучиваться. Отличается в шорт-треке и техника бега. Простыми словами, это способ отталкиваться ото льда, допустим. Это те же посадки, это какие-то определенные группы мышц, которые не работают у конькобежцев, работают больше, акцент больше сделан у нас. Это положение тела по отношению ко льду, допустим. На поворотах, если смотрите на шорт-трек, то видно, когда они ложатся под большим креном. У нас так называется, не ложи крен, допустим, или ложи-положи крен. То есть это очень большой угол наклона спортсмена по отношению ко льду. А еще, в отличие от больших ханьков, в шорт-треке ни на секунду нельзя выключать мозг, говорят спортсмены. Здесь мало просто быстро бежать. Ну, это, с одной стороны, так кажется, что так легко, потому что нужно на самом деле думать, чтобы так, чтобы проехать, чтобы разработать даже хотя бы какую-нибудь тактику. Какая тактика? Беги-беги быстрее быстрее. Бывает, что, может, так, ты выйдешь и за кем-то отсидишься, и выйдешь за последние, например, два круга. А бывает так, что тебе тренер даст установку, и ты должен, например, вот выйти вперед и бежать, бежать, чтобы тебе никто не был. Экипировка – еще один элемент, которым шорт-трек заметно отличается от своего старшего брата, начиная с тех же коньков. Носок правого конька стоит на большом пальце, а левого конька носок стоит на третьем пальце, либо между третьим и вторым. А в конькоперном спорте? Ну, в основном по центру, то есть около второго пальца. А что это дают здесь в шорт-треке? Чтобы ботинкам не чиркать при повороте и больше ложиться в поворот, это дает. Также еще в шорт-треке ботинки немного другие, они повыше сами стойки. И лезвие сами тоже, не отрывается пятка, а кронштейны, они выше, не хлопают пятка, и коньки загибаются в шорт-треке, чтобы ехать по радиусу. Что здесь, что загибается? Ну, берется станок, и чуть-чуть раскручивается лезвие, и его гнут, носок загибают, пятку подгибают, чтобы прям по радиусу поворота ехать. То есть, как сапли, если смотреть? Ну, да, он такой загнутый, выпает. Шлем, а сколько он хорошо предохраняет этих ударов? Ну, очень хорошо, даже замечательно. Потому что падения часто бывают очень, и головой, и спиной, чем только благодаряются шлем, очень важно, защищать хорошо. Может быть, тогда имеет еще смысл одевать на охотники, на коленники? Ну, не знаю, некоторым может одевать над тренировками коленники. В принципе, в комбинезоне он предосмотрен, такие поролоновые вкладки. То есть, смягчение, смягчают падение на колени. А локти? Ну, локти нет, защищены. И падают, идет-то твердо, и в принципе... Ну, в основном, на попу падают, на ноги. Локти редко задействуются. И падает, да, специальная техника падения. Группироваться нужно при падении. Желательно вообще успеть затормозить любой ценой. Естественно, хорошая экипировка обходится недешево. Ну, не горнолыжный спорт, он самый дорогой, а шортрек не очень дорогой. Если простые коньки, это 1015, если уже полупрофессиональные, 1030. А если уже профессионалы, они ботинки за 70 тысяч только одни заказывают. А шлемы? Ну, шлемы, шлема, они не очень дорогие. Самое, что дорогое, это у нас комбинезон 15 тысяч и ботинки по слепку с лезвым. Изначально в нашей стране шортрек ходил в пасынках у конькобежного спорта, что вполне понятно. В Советском Союзе прагматично смотрели на спорт и поддерживали в первую очередь те дисциплины, что могли принести олимпийское золото. Шортрек же только с 92-го года вошел в официальную программу зимних игр. Ну и после этого в России на него смотрели снисходительными. Ситуация стала меняться относительно недавно. И Тверская область стала одной из первых в России, где разглядели перспективность, по сути, нового для нашей страны вида спорта. Ведь специализированные арены строить не надо. А в случае успешного развития регион может прогреметь на всю планету. Но поначалу, конечно, приходилось непросто. У нас ни коньков, ничего не было. Когда первая группа была, 9-10 человек на фигурках стояли. И тоже нас снимали, пришли с ТНТ снимать. И очень смешно было, что ни у кого нет ни коньков, ни шлемов, ни каменезонов. А первое соревнование в 2010-м мы вообще поехали шлема, как боллинг такие были, шарики. И без каменезонов, просто в шароварах было первое соревнование в Пензе. Так же, как и материальную базу, людей, тренеров, спортсменов, функционеры областного спорткомитета собирали в прямом смысле слова со всех концов СНГ. Например, Антон Симон начинал заниматься этим видом спорта еще на Украине. Там начал заниматься шоу-треком у тренера Григорьев такой есть. Он сейчас у нас в Клину воспитывает тоже мастеров спорта и всяких наших других спортсменов. Сын у него бегает сейчас за сборную России. Переехали с Украины. Ну вот, и мы там начали заниматься этим тоже видом спорта. Сначала на улице, потому что условия были такие, не было катка. А потом потихонечку в Киеве начали уже сборы проводить. И мы там повышали мастерство свое. Потом поступило, был в сборной Украины, бегал тоже на Кубках мира, защищал честь страны, честь Украины. И, похоже, пришло предложение, уже когда тренер сюда переехал, пришло предложение, в Твери открывается отделение шоу-трека и нужны были тренера. Сам старший тренер, Эдуард Султанов, приехал в Тверь из далекого северного Оленигорска, что в Мурманской области. С собой же он привез и учеников, Алена Шугарова и Даниила Ейбога. Оба спортсмена признаются, что на переезд решиться было непросто. Но выручило то, что у Даниила мама тоже в недавнем прошлом занималась кинкобежным спортом. А спортсмен спортсмена всегда поймет. Да и вообще родители в обеих семьях хорошо знакомы с тренером. Ну, как бы, очень давно знаю Эдуарда Васильевича, с восьми лет тренируюсь, мне сейчас шестнадцать. Ну, как бы, родители, ну, согласились меня отдать Эдуарда Васильевича. Ну, конечно, сказали, может, не надо, ну, там, будешь скучать. Я, конечно, очень скучаю по родителям, ну, как-то уже привыкла, то, что, ну, на расстоянии. Немаловажную роль сыграла и максимальная поддержка со стороны региональных властей. Благодаря администрации области нам выделили квартиры. Мне дали для моей семьи, у меня две дочки маленькие, двухкомнатную квартиру, ребятам две квартиры, двухкомнатную, да, а ребятам две однокомнатные квартиры выделили. То есть все условия для того, чтобы развивать, у нас есть. Ледовой двори спорта, орбита у нас с восьми утра до семи вечера, все под шорт-трек отдано. Вот, я вам скажу, что не каждый в России похвастается таким количеством льда для шорт-трека. Достаточное время, выделяемое здесь шорт-трекером, отмечает и Алена Шугарова, рассказывая про свой тренировочный график. Утром мы учимся, вечером приходим на тренировку. Каждый день? Каждый день, кроме воскресенья. Воскресенье выходной. И когда у нас каникулы, у нас что-то наподобие сборов, мы тренируемся два дня в день, утром и вечером. Еще есть сухие тренировки, мы крутим велосипед, бегаем кросс, всякие упражнения делаем, потом выходим на лед. Неудивительно, что при таких условиях шорт-трек стремительно набирает популярность в Твери. Уже сейчас в нашем городе этим видом спорта занимаются свыше 600 человек. Все больше родителей приводят сюда своих детей. Что хорошо видно в раздевалках спорткомплекса «Орбита». Куда ни глянь, везде. Кто-то переодевается перед тренировкой, кто-то деловито точит коньки. И даже коридоры полны детьми, которые только на первый взгляд просто бегают. На самом деле это тоже часть тренировки. Среди юных тверичан, кто всерьез увлекся шорт-треком, и Елизавета Юшина. Мне понравился этот спорт, тут резкость, быстрость, скорость. В свои 11 лет она уже твердо знает, чего хочет. Достичь кандидата или мастера спорта. В общем, попасть в сборную или в молодежку. Несмотря на юный возраст, Лиза уже успела пройти сквозь горнил настоящих соревнований. Где, по ее признанию, самое трудное – это справиться с эмоциями и привыкнуть к незнакомой обстановке. Сначала волнуешься, а потом, когда пробежишь, это уже не страшно. Привыкаешь ко льду, лед же там, который не катит, а есть, который катит. Среди прочих факторов успехов тверского шорт-трека, тренеры называют плотное сотрудничество с городскими школами. 22-й и 40-й. Их ученики просто валом сюда идут. Есть и начинающих очень много классов. Мы там сейчас вплотную работаем с 40-й школой. Это здесь, у нас недалеко. И начинающий класс, мы целый класс берем, приводим сюда, одеваем их, катаем, отводим назад. Ну, а профессионалов у нас на соревнованиях от нашей области, если мы проводим первенство области, то мы выставляем 60-80 человек. То есть это уже бегающие, это дети, которые занимаются. Они не все ездят на первенство России, но вот сейчас на первенство России у нас будет команда 35 человек выступать. Это очень достойный результат. Уже есть и призеры, и чемпионы России, и разряды. Дети выполняют высокие, довольно-таки для своих возрастов. Вполне логично, что в Тверском шортреке зажигается все больше своих звездочек, которые имеют все шансы стать настоящими звездами отечественного да и мирового спорта. У нас Данила Ебох, он и бежит сейчас на первенство на Кубке России в Санкт-Петербурге, в финалы входил, хотя он старший возраст, а бежит среди взрослых. Ну, то есть значимость уже есть. За счет Данила, за счет Алены Шугаровой так мы поднимаемся. У нас малыши очень сильные, чемпионы России. Вот Юшина, Лиза, Заикин, Ярослав. У нас ребята очень сильные, старший, средний возраст сильный. Тот же Алиминджанов Сугроб, он у нас чемпионом России тоже стал. То есть у нас теперь в каждых возрастах у нас сильнейший. В том, что русские спортсмены выходят именно на мировой уровень, здесь уверены все. От самых маленьких начинающих спортсменов. Недавно стали чемпионами Европы, наши сборные стали чемпионами Европы. Выиграли и стафету, также все золотые медали на трех дистанциях из возможных забрали тоже наши. И плюс еще была такая есть дистанция, суперфинальная, называется она 3000 километров длиной. Вот, там тоже победили. За нее не дают медаль, но она как бы очки дает. И вот, значит, там тоже победили. На тысячи метров русская сборная все медали забрала. Первая, вторая, третья, мужчины, я имею в виду. Да, значит, хит-трик такой у нас был. Эти успехи отечественного шорт-трека, среди прочего, связаны и с приходом в нашу национальную сборную южнокорейской звезды Виктора Ана. Все, кого мы спросили на льду орбиты, были единодушны. Руководство русского шорт-трека абсолютно правильно сделало, что пригласило к нам азиата. Это будет никак не во вред, а только на пользу нашим спортсменам. Когда он в Корее получил травму, его там не захотели брать, а в нашу, я думаю, наоборот, он больше пользы приносит. Во-первых, за ним все тянутся, и он на эстафете решает, ну, все время на последних двух кругах он обычно вырывает победу. Технически, тактически на него смотрим. Ребята в первом составе тянутся за ним, он им помогает. Так что это гигантский плюс, что у нас такой опытный спортсмен. Конечно, в Сочи 2014 мы не увидим тверских спортсменов. Просто в силу возраста перед ними пока стоят другие задачи. Например, тот же Даниил на данном этапе главным считает добиться успеха на юниорском чемпионате мира, а Алена Шугарова стать мастером спорта. Однако уже через 4 года на следующих зимних играх в южнокорейском Пхенчхане Тверичане имеют все шансы выйти на Олимпийский лед и прославить Тверскую область. По крайней мере, мы все на это надеемся. Редактор субтитров А.Семкин